Здравствуйте! В эфире проект Место происшествия. Журналистский взгляд на криминальную жизнь Кирова. То, чего не покажут по другим каналам. С вами Михаил Вагин. Давайте начинать. Дом выдержал удар, машина нет. Один человек получил травмы в ДТП на улице Попова. Решил проскочить КАМАЗ. Не получилось. Чуть-чуть. Спор, кто и как тормозил. Ну я вот остановился, там очередь была. Ну вот, ехали быстро. Я просто ехала, нормально, движение было. Нет, тут уже все как бы это. А он резко затормозил. На улице Луганская женщина на форде залетела под манипулятор. А это-то мелочь, подарили видимо. Перевозил подарок от покойного отца генерала. Вы не знаете, что это является холодным оружием? Не знали, да? На Кировском вокзале пришлось задержаться маме и сыну, у которых в сумке нашли штык-нож. Один человек получил травмы в ДТП на улице Попова. А там водитель Ки обрезался в стену кирпичного жилого дома. Детали этого происшествия в рубрике «Обзор аварий». Авария произошла 20 августа в 17 часов в непосредственной близости к дому номер 7 по улице Попова. По предварительным данным, 22-летний водитель Киа Рио не справился с управлением. Машина обрезалась в жилой дом. От удара жильцы не пострадали, а вот 22-летняя пассажирка иномарки получила травмы. Медики оказали девушке помощь. На улице Подгорной произошло ДТП с участием пешехода. По предварительным данным, 56-летний водитель Тойоты «Лэнд Крузер» наехал на 10-летнего мальчика-пешехода. Это случилось на пешеходном переходе. В итоге ребенок получил травмы. Ему вызвали бригаду скорой помощи. В городе Сосновке Вятскополянского района в аварию попал мотоциклист-бесправник. По предварительным данным, 69-летняя женщина-водитель Ниссана Ноут наехала на 37-летнего водителя Матадора. Мужчина обратился за помощью медиков, а потом на него составили материал за вождение без прав. Еще одна связка автомобиль «Мопед» была в сводке Кировочпецкого района. По предварительным данным, 42-летний водитель двухколесной «Альфы» выехал со второстепенной дороги на главную и не пропустил «Фольксваген Гольф». В итоге пострадал мопедист. В Кельмейском районе не справился с управлением водитель классики. 26-летний молодой человек вылетел в кювет и травмировался. Как выяснилось, он лишен прав и теперь ему грозит либо штраф в 30 тысяч рублей, либо арест до 15 суток. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия. И в продолжении аварийной темы. На улице Луганской женщина на форде залетела под манипулятор. К счастью, обошлось без пострадавших. Впрочем, между водителями возник спор, кто и как тормозил. Случайным очевидцем ДТП стал Павел Москвин. Он пообщался с участниками аварии. Что я не заметил его? Как я начал тормозить? А, стопы не заметил его. Стопы горят, все горит. Это манипулятор. Манипулятор. Конечно, он весит 4 тонны. Сильный удар был, да? Приличный. Водитель манипулятора Дмитрий иронично улыбается. В последний день рабочей недели, в пятницу, умудрился попасть в ДТП. В спецтехнику въехала брюнетка на форде. Как улучшилось ДТП? Я не могла затормозить. А вы с какой скорости двигались примерно? 50. Да, я затормозила, но вообще не тормозила. Кто тормозил и как, машины или водители, пока неизвестно. У участников ДТП возник спор. Ну, я вот остановился. Там очередь была. Вы ехали быстро. Я думаю, что ехала, нормально, движение было. Нет, вот уже все как бы это. А он резко затормозил. Я начала тормозить. Если бы я резко затормозил, у меня было бы тормозной путь большой. У вас вот он начинается. Вон там начинается. Чуть не отсюда форма. Удар был действительно сильный. Женщина могла получить серьезные травмы, если бы кузов манипулятора оказался в салоне иномарки. По словам водителя Дмитрия, он видел маневры женщины до аварии. Оказывается, дама ускорилась и не успела затормозить из-за КАМАЗа. Короче, КАМАЗ с Луганской на кирпичный завод пошел. Она решила проскочить этот КАМАЗ. Вот и все. Я как бы видел, что КАМАЗ-то сюда поворачиваю. Потому что я завершал тут уже этот самый перекресток. Решила проскочить КАМАЗ. Не получилось. Чуть-чуть. В итоге брюнетка на Форде свою вину отрицать не стала. Участники вызвали на место инспекторов ДПС. Я виновата. Михаил Вагин, Павел Москвин. Место происшествия. Сейчас ненадолго прервемся. Вот что будет дальше. Прихватила чужую сумку с деньгами. В Кирове разыскивают 35-летнюю подозреваемую в краже сумки портмоне из магазина на улице Азина. Перевозил подарок от покойного отца генерала. Вы не знаете, что это является холодным оружием? Не знали, да? На Кировском вокзале пришлось задержаться маме и сыну, которых в сумке нашли штык-нож. Это место происшествия и мы продолжаем. Прихватила чужую сумку портмоне с деньгами 35-летняя жительница Кирова. Женщину подозревают в краже из магазина на улице Азина. Подробности этого происшествия, а также других наиболее важных за неделю в нашей рубрике «Сводка». Полицейские разыскивают 35-летнюю женщину за кражу сумки из магазина на улице Азина, 15. Преступление произошло днем 17 августа. У мужчины была похищена сумка портмоне с деньгами в сумме 30 тысяч рублей. Вероятная злоумышленница попала на запись камеры видеонаблюдения. Если вам знакома эта женщина, сообщите в полицию по телефону на экране. Серьезный пожар произошел в деревне Мокрицы Кирово-Чапецкого района 17 августа. Загорелся четырехквартирный жилой дом. По предварительным данным, в нем проживало три семьи. В результате пожара сгорела крыша на всей площади. Обгорело деревянное перекрытие, сгорела веранда. Также огонь полностью уничтожил баню, которая располагалась рядом с домом, трактор и мотоцикл. На месте работали 14 пожарных расчетов. С огнем боролись почти 50 человек. После тушения обнаружили тело 56-летнего мужчины на месте сгоревшей хозпостройки. По предварительной информации, пожар начался именно с нее. Не исключаются версии поджога. Следственный комитет проводит проверку. Также односельчане начали собирать помощь для семьи соседей, дом которых тоже пострадал при пожаре. 29-летний житель Тюменской области попался на перевозке наркотиков. Сотрудники транспортной полиции сняли мужчину с поезда в Кирове. Он ехал в плацкарте сообщением «Санкт-Петербург-Тюмень». При досмотре личных вещей мужчина пытался спрятать два пакетика с белым порошком. Экспертиза показала, что это метамфетамин. Следователи транспортной полиции возбудили уголовное дело. Перевозчику наркотиков грозит до трех лет тюрьмы. В суд вынес приговор 70-летнему дебоширу из Амутнинского района Леониду Черных, который напал с ножом на сотрудника полиции. Все произошло 8 сентября прошлого года. В поселке Восточный возле Дома культуры пьяный мужчина устроил дебош. Жители пожаловались участковому на хулигана, который приставал к прохожим и разбил стекла в здание ДК. При попытке пресечения противоправных действий Леонид ударил полицейского ножом в живот. После этого пытался порезать второго полицейского, но тот успел его остановить. Пострадавшего участкового госпитализировали. В ходе следствия обвиняемый признал вину частично. Суд отправил мужчину на пять лет в колонию строгого режима. Плюс ему дали еще один год ограничения свободы в качестве дополнительного наказания. Алина Котрихова. Место происшествия. Едва не остались в Кирове двое жителей Санкт-Петербурга, которых задержали на вокзале. Мама с сыном спешили на поезд, но при осмотре вещей в их сумке охрана заметила холодное оружие – штык-нож. А позже находке удивилась и полиция. Это вовсе не столовый прибор, и колбасуде затем явно не собирались. Подробности инцидента узнавал Павел Москвин. А вы сейчас куда-то поехали на поезде, да? Да, на поезде поезд уходит. Мама и сын хотели уехать в родной Петербург, но на вокзале им пришлось задержаться. А все из-за подозрительного предмета в сумке молодого человека. Он поставил ее на ленту прибора-интроскоп, и охрана заметила внутри штык-нож. По размерам и характеристикам это вовсе не туристический ножик, поэтому пришлось вмешаться полиции. Женщина попыталась убедить стражей порядка, что это оружие не опасно. А это-то мелочь. Подарили, видимо. Валялся он у нас в доме все. По словам Константина, этот нож достался ему в наследство от покойного отца генерала. Я думаю, это неинтересная статья. Просто отца нож. Как память остался у вас, да? А вы не знаете, что это является холодным оружием? Не знал. Не знали, да? Ну вы знали, что будет здесь досмотр в любом случае на обыкзале? Досмотр будет знал, но не подозревал все. В итоге на место инцидента вызвали следственную оперативную группу. Полицейские оформили все необходимые документы и Константин с мамой уехали в Санкт-Петербург. Правда, штык-нож изъяли и отправили на экспертизу. Как известно, нож с длиной лезвия от 90 миллиметров и выше эксперты могут признать оружием. И тогда дело может закончиться судом. Михаил Вагин, Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия. Сделаем небольшую паузу. Смотрите далее. Три машины пострадали в двойном ДТП. Атаку тоже. О, ***. ДТП. Не соблюдал дистанцию и испортил настроение другим водителям шофер Гранты на улице Ленина. Отпало заднее колесо. За несколько секунд стал трехколесным Субару на площади Конева. С вами проект Место происшествия и мы продолжаем выпуск. Не соблюдал дистанцию и испортил настроение другим водителям шофер Гранты на улице Ленина. Мужчина спровоцировал двойное ДТП, в котором пострадали три машины. Детали аварии в рубрике видеорегистратора. Сегодня в ней заметное видео уходящей недели. На улице Ленина водителя «Синий Грант» и подвели тормоза и реакция. Он не успел остановиться и въехал в Рено Дастер. Дастер в итоге влетел в 14-ю. А вот водителя на улице Горбуновой реакция не подвела, когда на дорогу внезапно выбежали дети. Будничная ситуация в один момент превратилась в ДТП на перекрестке улиц Провсоюзной Володарского. Водитель белой Тойоты уверенно проезжал прямо на зеленый сигнал. Также уверенно и прямо ехал водитель универсала на красный. Думал, что проскочит во дворы водитель «Шевроле» на улице Ленина. Он через сплошную выехал на перерез десятки и спровоцировал ДТП. На улице Мельничный лихач на Ауди бочки устроил дрифт на повороте. Занос был настолько крутой, что иномарку вынесло на встречную Ниву. На улице Воровского дама Накея заканчивала маневры и покидала перекресток, но не обратила внимания на троллейбус, который пропускал пешеходов. В этот момент мальчик на самокате уверенно поехал по пешеходному переходу и въехал в иномарку. После удара подросток, можно сказать, удачно отлетел. Он получил травмы, но по данным ГИБДД госпитализирован не был. Торопился выехать с овощебазы водитель Газели на улице Комсомольской и не заметил Приору. Водитель легковушки резко затормозил, но аварии избежать не удалось. Зато удалось избежать более серьезных последствий. На улице Профсоюзной еще один наглый Газели сначала подрезал малолетражку Тойоту, а потом погнул ей зеркало. Видно, как пассажир иномарки после удара выгнал зеркало обратно. После столкновения водителям предстояла неприятная беседа. В Новоавиатском районе дама на Тигуане заговорилась по телефону и едва не оборвала заправочный пистолет. Спас ситуацию из самого себя сотрудник АЗС. Он вовремя остановил автомобиль. За несколько секунд стал трехколесным Субару на площади Конева. Водитель универсала устремился в сторону проспекта Строителей, но внезапно отпало заднее левое колесо. На улице Воровского дорожный конфликт закончился разборками. Водитель и пассажир БМВ против водителя Форда сбитой. Видимо, появление биты успокоило разгоряченных мужчин, и после словесной беседы они разъехались. Михаил Вагин. Место происшествия. Сообщайте о происшествиях и о пьяных водителях по телефону 47-33-02. Видео кидайте на нашу почту mpkirovsobaka-inbox.ru Это видео, а также другие выпуски Место происшествия вы можете посмотреть по ссылкам на экране. С вами был Михаил Вагин. До свидания.